как и в любом языке программирования нам нужно уметь объявлять функции давайте посмотрим как у нас обстоит работа с функциями в джулии ну простейшее объявление функции как и в любом другом императивном языке идет слово зарезервированная функция оканчивается end название функции в скобках аргументы ну и вот например функция для возведения в квадрат пожалуйста вызов вот функция и аргумент как альтернатива однострочники видите одной строки задается функции название функции в скобках аргументы равно и тело функции вот так вот ну и точно также вызываются ну и кроме того функции мы можем задать в виде лямбды неименованной или анонимной функции все это одно и то же но дело в том что у нас все таки внутри джулии лисп некий вариант лиспа да это функциональный язык соответственно лямбда исчисление черча используется там как у нас выглядит лямбда но вот тут этому просто присвоили переменной сама функция собственно вот она значит что тут у нас написано у нас написаны аргументы функции дальше у нас символ означает что дальше идет декларация лямбда функции и что происходит внутри ну и тут точно также аргументы дальше идет декларация лямбда функции и внутри квадрат все работает точно так же в джулии используется утильная типизация она используется практически во всех динамических языках но смысл в том что как вы знаете я надеюсь вы теорию языков программирования знаете если что-то выглядит как утка плавает как утка крякает как утка то скорее всего это и есть утка джулия берет некие значения в качестве аргументов и обрабатывает если она видит в этом смысл если она не знает как с этим работать то она пытается привести в наиболее общий вид то с чем она работает и соответственно подгоняет тип всего к тому что она получает если она не знает как работать естественно она выдаст ошибку ну вот тут мы задавали сейхай что у нас предполагали должна быть строка в данном случае мы передаем не строку а целое число но джулия пытается как-то понять как с этим работает переводит это в строку и выдает строку значит f у нас функция возведения квадрата вызываем функцию с матричным оператором операндом в принципе у нас есть операцию возведения квадрат матрицы и результат есть то же самое со строкой у нас возведение квадрат строки это фактически умножение то есть конконтенация то есть результат тоже есть но проблема возникает тогда когда у нас эта операция не определена то есть мы и не можем применить вот нашу утиную типизацию например для вектора у нас нет определения квадрата вектора что у нас ошибка потому что нет метода который может возводить вектор в квадрат то есть у нас оператор вектор возводится в целое число мы не знаем как делать степень вектора функции в джулии как в языках функциональных делаются чистыми то есть без изменения среды выполнения но чистые функции конечно вещь очень хорошая и особенно для многопоточного программирования но нужно понимать что это все таки язык для практического применения и очень часто нам удобнее изменять аргументы то есть сделать функцию с побочным действием и соответственно мы делаем по соглашению то есть это не какое-то правило внутренние языка мы добавляем к имени функции восклицательный знак показывая что это не чистая функция а функция с побочным действием ну например функция сорт которую вы знаете она сортирует свои аргументы ну вот отсортировала наш массив 235 при этом массив какой был такой остался функция сорта с этим знаком она изменяет свои аргументы то есть изменяет массив x он стал отсортированным поскольку у нас джулия внутри функциональный язык то она функция там это первичный объект и джулия работает с функциями высших порядков то есть мы можем в качестве аргументов функции задавать другую функцию другие функции сколько угодно но в качестве примера мы вот рассмотрим такие функции как мэп и бродкаст потому что очень похожи мэп что сделает она мопирует то есть она берет функцию которая является первый аргумент и применяет ее ко всем или ко второму аргументу если их третьим аргумент но неважно да ко всем аргументам применяет его ко всем аргументам давайте посмотрим как это будет у нас функция f x квадрат и вот мы применили функцию x квадрат ко всем аргументам аргументы у нас 1 2 3 все это объединяется в массив и фактически мы получили массив квадратов ну вот мы можем кроме заданной ранее функции что более удобно задавать лямбда функцию вот мы лямбда функция задали вот это лямбда функция читается как x то аргументы и все свои аргументы она возводит третью степень и вот действует на все свои элементы бродкаст похож на функцию мы и если мы действуем на один комплексный комплексный какой-то аргумент то у нас принципе мэп совпадает с бродкастом вот мы действуем на массив с помощью функции f у нас было возведение в квадрат вот получили по аналогии с матлабом у нас бродкаст записывается по-другому тоже как синтаксический сахар записываются в виде точки вот мы между функции и аргументами ставим точку это будет означать бродкаст где первым аргументом эта функция идет ну вот вот этот бродкаст f123 будет f.123 это совершенно то есть это не вызов функции f от этого а применение функции f ко всем элементам ну вот например зададим массив 3 на 3 функция f от массива f возведения в квадрат мы просто возвели в квадрат матрицу мы это умеем а теперь бродкастом подействуем функция f то есть возведение в квадрат на этот же массив и получили совершенно другое значение это у нас перемножение матриц это возведение степень каждого элемента матрицы разный смысл конечно ну и также у нас можно складывать поэлемент на но тут то есть мы добавляем число к матрице умножать по элементам и так далее если у нас вот напишем вот такую вот лямбда функцию достаточно ведь навороченную мы можем ее представить вот таком виде то есть тут у нас просто перед каждым символом поставили точку оба метода работают одинаково ну и еще один синтаксический сахар это макрос брат каста он просто применяет брат каст ко всем операциям сам расставляет точки грубо говоря мэп и брат каст это разные операции отличие достаточно тонкая а смысл отличия в следующем если у нас явно задано несколько операндов тогда мэп применяет поэлемент на все эту операцию к своим операндам вот смотрим у нас первый оперант это число а второй массив и мы 1 плюс 2 следующая операция 1 плюс 2 1 плюс 2 в результате получился массив состоящий из одного элемента ну вот давайте мы вот тут 4 тут 3 сделаем посмотрим вот у нас все равно получается 3 значит получаем следующее если мы брат каст добавляем то у нас применяется отдельно к каждому элементу наибольшего аргумента то есть мы сначала вот если у нас вектор и число мы сначала из числа делаем вектор а потом а потом применили поэлемент на функции плюс к этим двум векторам Вот такое небольшое, но различие.